В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Во всех 19 школах Ленинского городского округа сегодня прозвенели первые звонки, призывающие школьников к началу учебного года. Строителям в этот день хочу сказать только исключительно слова благодарности. Два больших образовательных центра сегодня будут открываться. В День знаний в поселке Дрожжино открылся инновационный образовательный центр «Успех». Я думаю, в таких условиях и учиться будет приятно, и много заниматься, и к ЕГЭ готовиться. Так что предвкушаю, что все будет очень хорошо. В жилом комплексе «Восточная Бутова» в День знаний распахнули в свои двери сразу три корпуса детского сада «Бобренок». Здесь очень хорошие условия, замечательные для образовательной деятельности, для развития детей. Главный праздник всей страны, который отмечается 1 сентября – День знаний. Но для нескольких учебных заведений Ленинского округа этот праздник двойной. Сегодня они распахнули впервые свои двери для учеников. Одна из таких школ недавно возведена в жилом комплексе «Пригород Лесное». Туда отправился наш корреспондент Максим Козлов. Ровно в 10 утра открываются ворота школы, и дети с родителями направляются на площадь перед учебным учреждением для торжественной линейки. Свыше тысячи школьников сядут за парты в новом образовательном центре «Старт». Из них более 250 – первоклассники. Все обещания губернатор выполняет, социальная программа в непростое время продолжает реализовываться, поэтому мы видим, что дети будут учиться в самых современных условиях. У нас учителя самые лучшие, поэтому вас поздравляю с праздником. Открытие школы действительно настоящий праздник. В ней оборудованы специализированные кабинеты физики, химии и биологии, а также медиа-центр, библиотека, пищеблог, два спортивных и хореографические залы, актовый зал на 600 мест. Если вы обратите внимание, какие школы строятся в Московской области, то это то, чем можно гордиться. Это просторные школы с необходимым оборудованием. Очень рад, что современные дети имеют такие прекрасные возможности для того, чтобы учиться и для того, чтобы самореализовываться, да и даже играть на переменах. ЖК «Пригород Лесное» – один из самых быстро растущих микрорайонов в Ленинском округе. И открытие здесь еще одной школы – безусловно, долгожданное событие. Пусть в нашем образовательном центре всегда будет интересно, познавательно и по-семейному тепло. После того, как представители строительной компании вручили директору школы символический ключ, старт образовательному процессу дали с помощью особой кнопки. Всем с праздником! Естественно, не обошлось и без традиционных атрибутов празднования Дня Знаний, первого звонка и перерезания красной ленточки. После чего для почетных гостей провели небольшую экскурсию по школе. Мы планируем, что в нашей школе будет несколько театров. Будет театр не только на русском языке, но и на английском. Мы планируем, что в нашей школе будет создана хоровая студия. Зал мы тоже используем по максимуму. Здесь будут проходить не только концерты, мероприятия, но и тренинги, мастер-классы для наших учителей. Не обошлось и без раздачи мороженого первоклассникам от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Эта традиция существует уже три года и находит отзыв у детворы. Эти мальчишки и девчонки вряд ли представляют, какую огромную работу приходится проделывать многим взрослым, чтобы 1 сентября открылась новая школа. По словам главы округа Алексея Спаскова, нынешний год стал беспрецедентным с точки зрения количества сдаваемых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего образовательных учреждений. Строителям в этот день хочу сказать только исключительно слова благодарности. Два больших образовательных центра сегодня будут открываться. Это и здесь, в Месайлово, и в Дрожжино. Кроме того, строители успели шесть детских садов построить, подготовить. При этом работы продолжают вестись. И до конца года у нас в планах еще открытие нескольких объектов, как и школа в Молоково. Может быть, январем, но тем не менее стараемся это сделать. Да, и еще детские сады. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В День знаний в поселке Дрожжино открылся инновационный образовательный центр «Успех». Учреждение позволит школьникам раскрыть свой потенциал и добиться больших высот. Ребята, в свою очередь, обещают учиться на одни пятерки. На торжественном перерезании красной ленты побывала и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлий Погасьян. Чудесный день подарила природа всем школьникам Ленинского городского округа. Первое сентября выдалось солнечным и радостным. На лицах учеников улыбки, а в душе волнение – предвкушение нового плодотворного года. Главное украшение любой линейки – первоклашки. По-особенному нарядные. В руках букеты порой настолько большие, что малыши их едва удерживают, но справляются. Момент ответственный. Я надеюсь, что все будет хорошо, радостно. И все будут учиться на одни пятерки. Это день учебы, веселья и много всего интересного. Мы узнаем много всего. Этим ребятам посчастливилось встретить новый учебный год в новой школе. Поистине инновационное учебное учреждение – образовательный центр «Успех». Само название обязывает учиться на одни пятерки. Я думаю, в таких условиях и учиться будет приятно, и много заниматься, и к ЕГЭ готовиться. Так что предвкушаю, что все будет очень хорошо. Красная лента перерезана, а значит, образовательный центр официально открыт. Ученики проходят в кабинеты, где им предстоит провести лучшие годы своей жизни. Новые знания, друзья, впечатления. Для всех нас этот осенний праздник наполнен счастливыми воспоминаниями и добрыми эмоциями. Впереди увлекательный путь к страну знаний. Новые возможности, новые перспективы, успехи и достижения. Новая школа в поселке Дрожино – светлое, просторное, с удобной навигацией. Все плюсы оценили и дети, и почетные гости, которых особенно вдохновил актовый зал. Дети сели за парты, а чтобы первый учебный день прошел легче, каждый ребенок получил мороженое – специальный подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Во всех 19 школах Ленинского городского округа сегодня прозвенели первые звонки, призывающие школьников к началу учебного года. Наш мобильный репортер побывал на линейках в Видновском художественно-техническом лицее и гимназии. В Видновский художественно-технический лицей в этом году в первые классы поступило более 300 ребятишек. Всего же в учебном заведении будут учиться 2600 мальчишек и девчонок. 1 сентября на торжественную линейку лицеисты пришли нарядными и настроенными на учебу. Главные герои сегодня – первоклашки. Ох, как я хочу учиться! Обещаю не лениться! И всегда к семи часам просыпаться буду сам! Агата Петрова будет учиться в первом А. Парадная одежда и белые банты не могут скрыть волнение. Я очень рада, что я иду в первый класс. Я очень хотела дружить в школе с девочками, с мальчиками. Девочка обязательно запомнит свой первый день в школе, как и все первоклассники в ЭХТЛ, а также в Витновской гимназии. Здесь в новом учебном году набрали 6 классов, всего более 200 малышей. Всего же в этом году в учебном заведении будет учиться 1420 гимназистов. В добрый путь, ребята! Эти слова сегодня услышат все 38 тысяч школьников Ленинского городского округа, отправляясь в дорогу знаний и новых открытий. В жилом комплексе «Восточная Бутова» в День знаний распахнули в свои двери сразу три корпуса детского сада номер 27 под названием «Бобренок». Для молодых семей, которые в основном и проживают в микрорайоне, такое событие стало настоящим подарком к новому учебному году. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии дошкольного учреждения. Детский сад – второй наш дом. Как тепло, уютно в нем. Вы его любите, дети. Самый добрый дом на свете. На открытие нового детского сада в жилом комплексе «Восточная Бутова» приехали почетные гости. Среди них депутаты Государственной думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Детский садик – это не только необходимый стандарт, но это место сборки. По сути дела, здесь дети знакомятся, значит, будут знакомиться родители. В общем, эта атмосфера двора, присущая вообще нашей культуре, как раз здесь и закладывается. В этом году более десятка образовательных учреждений, садов и школ у нас случится. Порядка трех тысяч мест в школах, три тысячи мест в детских садах, каждый из которых, я думаю, порадует родителей, малышей. Пятый корпус детского сада «Бобренок» рассчитан на 225 мест. Девять групп дошкольного учреждения полностью укомплектованы всем необходимым для комфортного пребывания воспитанников. В таком прекрасном микрорайоне я поздравляю всех родителей, работников детского сада, конечно, детишек. Здесь очень хорошие условия, замечательные для образовательной деятельности, для развития детей. Полностью у нас укомплектован уже штат, педагоги набраны, коллектив пополнен. Мы очень надеемся, что здесь будет нашим новым детям, как мы их называем, «бобрядком». Замечательно, хорошо, весело, радостно. Для молодых семей, которые в основном и проживают в микрорайоне, такое событие стало настоящим подарком к новому учебному году. Мы вот примерно год назад купили здесь квартиру. Как раз при покупке встали на очередь на детский садик сюда, чтобы поближе к дому. И были безумно рады, когда на самом деле нам досталась очередь в детский садик, потому что нам как раз только исполняется три годика. То есть мы еще маленькие, и вот впервые идем в детский садик. Китыван Давыдова долго ждала очереди в дошкольное учреждение для дочки. Теперь с сентября пятилетняя Теона будет посещать новый детский сад, расположенный недалеко от дома. Группу приглашения было, таким образом мы узнали. Ребенок очень захотел пойти, хотя уже надежды не было. Вот прекрасно, что сразу три садика открылись в этом году. И большое количество детей наконец-таки смогут воспользоваться. После торжественной части все участники мероприятия отправились на небольшую экскурсию в здание нового дошкольного учреждения. Гости посмотрели группы, игровые зоны, актовые и спортивные залы. Стоит отметить, что Восточная Бутова – активно развивающийся микрорайон со всеми необходимыми социальными объектами. Полноценно работающую поликлинику, которая, честно говоря, рождалась как хороший ребенок в муках. Довольно долго получали, устраняли недоделки, потом получали лицензию, но тем не менее все начало работать. Ну а касаемо, мы видим сейчас строящуюся школу, это, наверное, самый большой запрос, который существует на территории Ленинского округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Накануне Дня знаний в Никольский храм села Ермолина пришли прихожане со своими детьми. По сложившейся традиции детям из многодетных семей к 1 сентября в подарок выручают портфели с сюрпризом. Обо всех подробностях расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Ермолинскому храму недавно исполнилось 190 лет. Несмотря на внушительную дату, церковь и в наши дни сохранила первоначальный вид. Ее никогда не закрывали, даже в советские времена. Здесь всегда людно. Прихожане очень любят это место. В Видномском благочине последний храм, в котором еще существует колокольня. Вот на светлое Христово Воскресенье дети приходят из всех детских садов, школ нашего города Видное, чтобы позвонить и воочию увидеть, как звонят колокола. Накануне 1 сентября здесь собрались прихожане со своими детьми. Настоятель храма священник Виктор Естремский в своей проповеди рассказал о воспитании. Давайте научим наших детей любить Бога, любить ближних. Научим молитве, научим заповедям Божьим, чтобы они верой, вот этой нравственностью, руководствовались в своей покающей и юной жизни. Всех вас поздравляю с началом учебного года. Ермолинский храм стал участником акции «Собери ребенка в школу». Для юных прихожан приготовили очень важные и необходимые для учебы подарки – школьные рюкзаки. Помог в этом местный благотворитель Андрей Макалкин. Не первый год он помогает в этом добром деле. Внутри каждого ранца – сюрприз. Спасибо, что подарили такой очень классный подарок. Отличные подарки, всем нравится. Подарками довольны не только дети, но и их близкие. Для каждой многодетной семьи это большая помощь. Хочу сказать спасибо за такую помощь для многодетных семей. Все очень круто, нам очень понравилось. Теперь мы будем учиться только на одни пятерки с такими подарками. В День знаний можно пожелать школьникам успехов в учебе, а подарки станут приятным дополнением в новом учебном году. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И в завершении выпуска познакомим вас с афишей выходного дня. 2 сентября в субботу для детей досуговый клуб «Мечта» приготовил икровую программу в гостях у сентябринки. Сначала в 10.45 она состоится в микрорайоне Государев дом, Солнечный бульвар, дом 11. А позже в 12.15 в поселке Бица у дома номер 4 на Южном бульваре. Еще одно интересное мероприятие пройдет в субботу. Краеведческий маршрут по парковой зоне усадьбы Суханова проведет заведующая экскурсионно-массовым сектором историко-культурного центра Раиса Погорелая. Она будет ожидать участников экскурсии у центрального входа в 10 часов. Поселок совхоза имени Ленина отметит день рождения также в субботу 2 сентября. Мероприятия начнутся с 13 часов. Театрализованным представлением для детей. А в 18.00 жители приглашают на концертную программу с фудкортом, мастер-классами, аквагримом и интерактивными станциями. Выберите любое мероприятие и ловите теплые деньки уходящего лета. Следите за афишами и проводите время с пользой. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин